Здравствуйте! Сегодня мы будем показывать очень распространенные автомобили в очень необычном месте. Начнем мы, пожалуй, с этих надписей, потому что такую табличку можно увидеть только здесь. А находимся мы, как ни странно, в посольстве Чехии в России. Так уж случилось, что в этот странный коронавирусный год презентация автомобилей происходит в совершенно неожиданных местах. Ну, прям, скажем, лично я никогда в этом посольстве не был, и не зайти в здание было бы понепростительно. Уж не знаю, есть ли в гараже посольство автомобиль Татра, снятый из производства больше 20 лет назад, но у Шкоды точно есть. Как минимум одна, которую мы сейчас и увидим. Над зданием тогда еще Чехословацкого посольства трудились, конечно, советские архитекторы Мосгорпроекта, при некоторой помощи пражских архитекторов Франчи Шакачубра из Денека Покорном. А вот новая Шкода Октавия четвертого поколения, конечно же, плось от плоти группы Volkswagen и платформа MQB в ее последней итерации. На европейской премьере модели мы побывали почти год назад. Но машины для России будет выпускать Горьковский автозавод, который уже собрал полтора десятка пробных экземпляров. Серийное же производство начнется в октябре, а дилеры получат первые автомобили в конце осени. Российский офис Шкоды пока ничего не говорит об универсалах, поэтому перед нами лифтбэк, с которым мы и знакомимся. Он и встанет на конвейер автозавода в Нижнем Новгороде с производством по полному циклу. А так вот это топовая версия Октавии с матричными светодиодными фарами, динамическими указателями поворота, которые мы увидели. И вот еще интересный момент. Помимо прочего, впервые на Октавиях появились датчики на задних дверях. То есть бесключевой доступ работает и здесь. Перекомпонованный салон подарил дополнительные 5 мм пространства в ногах задних пассажиров. В дорогой комплектации тут есть блок управления третьей зоной климата, розетка на 220 вольт и разъем USB-C. На 10 литров увеличен и багажник, хотя у европейской Октавии из-за меньшего запасного колеса отсек еще емче. Ровно 600 литров. Вот такой лифтбэк прибавил в длину 19 мм. Салон стал на 15 мм шире, а колесная база не изменилась. Вот смотрите, я сижу сам за собой. Ноги прекрасно помещаются под переднее кресло, над головой кулак. Так что в роли такси машина будет смотреться отлично. Пойдем вперед. Декоративные вставки на передней панели будут всегда. Тканевые у машин с тканевым салоном и замшевые, как у этой Октавии в топ-версии Style Plus, с комбинированной обивкой из кожи и алькантеры и 10-дюймовой медиасистемой Болеро. У топовой Октавии теперь полностью цифровые приборы и гигантский дисплей медиасистемы. А еще, что интересно, селектор автомата. Да-да, я не ошибся, это автомат, восьмиступенчатый, при том, что двигатель у нас 1.4, 150 сил, такой же, как и был в предыдущем поколении Октавии. Есть еще старший двухлитровый на 190 сил, и вот у него как раз робот с двумя сцеплениями. Ну а базовым по-прежнему остается атмосферник, бессмертный атмосферник мощностью 110 сил, у которого может быть и механика. Комплектации частично известны. Базовая версия теперь называется не просто Active, а Active Plus. В ней четыре подушки безопасности, кондиционер, светодиодные фары, восьмидюймовый экран медиасистемы, кнопочный запуск двигателя и крепление Isofix на переднем пассажирском сиденье. Первыми в продажу попадут как раз машины с турбомотором 1.4, с шестиступенчатой механической коробкой или восьмиступенчатым автоматом. Другие двигатели задержатся до нового года. К слову, многорычажная задняя подвеска положена только двухлитровой версии, у остальных машин сзади полузависимая балка. Заметим, что в Европе у Octavia есть еще газовая версия, несколько дизельных подключаемых гибриды, приподнятый Universal Scout и несколько спортивных вариантов RS. Судьба всего этого многообразия в России прояснилась только вечером, на официальной презентации. Для нас особая честь представить вам новую Octavia именно сейчас, в 2020 году. Итак, наступил вечер, и новая Octavia официально представлена. Не просто представлена, а открыт прием заказов. И мы узнали самое главное – цены. Базовая Octavia в комплектации Active Plus стоит 1 миллион 338 тысяч рублей. Это на 200 тысяч дороже, чем предыдущая. Оправдывают это тем, что комплектации стали богаче. Базовая нынешняя примерно равна предыдущей промежуточной Ambition. Фактически из гаммы изъяли самую дешевую комплектацию, и вся ценовая таблица сместилась вверх. Зачем так сделали, мы узнали из первых уст. Мы решили, что в нее надо включить опции уже в базу, которые в предыдущих машинах просто не были. Мы верим, что даже если сегодня покупатель не так сильно понимает, что ему надо, он узнает, что ему действительно надо. Просто мы уже смотрим вперед и хотим, чтобы действительно каждый водитель Octavia имел этой системы у себя, чтобы им мог наслаждаться. Спросили мы и о метановой Octavia G-Tech, которая в России теперь выглядела бы специально приглашенной. Ведь правительство только что утвердило программу субсидий для перевода автомобилей на газ. Но нет. Мы со своей стороны в настоящий момент не видим такой потребности со стороны клиентов. Причем как со частных, так и со стороны корпоративных. Если был бы со стороны наших клиентов спрос, мы бы, конечно, были бы рады и было бы логично нас обеспечить предложение. Пока просто мы этого не наблюдаем. Полноприводные версии, о которых тепло вспоминают поклонники Шкоды, тоже вычеркнуты из списка. Как минимум до лучших времен. У нас было очень много привозных моделей, которые, конечно, тяжелее и тяжелее возить из-за разных норм. Значит, моторы, которые мы используем в Европе, очень сильно разошлись с моторами, которые мы можем использовать в России. Итого один кузов, три двигателя. Небольшой выбор модификаций Шкода компенсирует обширным списком оснащения. А это значит, что в модельном ряду Шкоды впервые появился довольно-таки большой промежуток. Напомню, что самый дорогой лифтбэк Рапид стоит 1 миллион 200 тысяч. И между самым дорогим Рапидом и самым дешевым лифтбэком Октавия вполне может поместиться какая-то другая модель. Но ее пока нет. Сама же Октавия в России надолго останется строго бензиновым лифтбэком. Дизелей мы не увидим точно. Локализовывать в Нижнем Новгороде универсалы тоже не будут. А выгодно ли их импортировать, Шкода еще не решила. Жизнь покажет, рынок подскажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова